Поехали! Рядом неплохих комедий и мелодрам Снял, наверное, свой лучший фильм Зеленая книга – это одновременно и очень трогательная и забавная картина При этом в сюжете обошлось без абсурдного юмора И без давящих на зрителя тяжелых драматических сцен Баланс выдержан идеально В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая в США в начале 60-х годов Пианист Дон Ширли, которого сыграл Махершала Али Отправляется в турне по Южным Штатам Он нанимает водителем героя Вигга Мортенсена Итальянец Тони Валелонго по кличке Болтун Был вышибалый в ночном клубе, но остался без работы Чем займешься, пока клуб закрыт? Может, поработаю в пиццерии моего дяди? А ты? Уйду в запой на два месяца Несмотря на свою нелюбовь к черным Он, поторговавшись, принимает выгодное предложение музыканта Нужно сказать, что тур Дона Ширли по Южным Штатам Это довольно смелый поступок с его стороны Ведь в 60-х там соблюдались законы расовой сегрегации И если в других штатах борцам за равноправие уже удалось достичь каких-то результатов То на консервативном юге существовало жесткое разделение Черных считали людьми второго сорта И даже образованный, талантливый человек Приглашенный выступать перед представителями высшего общества в концертном зале или клубе Не мог, скажем, воспользоваться туалетом для белых Или есть вместе с ними в одном зале Прекрасно осознавая, что поездка будет не из легких Ширли хочет доказать погрязшим в стереотипах людям Что представители всех рас заслуживают равных прав и равного отношения Несмотря на то, что цель музыканта весьма благородна Сам он довольно высокомерен Ты выведела его квартиру Там было полно статуй всяких дорогих штуковин А в придаче он все время сидел на чертовом троне, разодетый как король черномазых дикарей Тони напротив, прост и открыт Болтун вырос на улице и манером не обучен Но зато он умело решает возникающие в дороге проблемы По сути, он становится не только водителем, но еще и телохранителем Без которого тур для музыканта мог бы закончиться печально Кажется, что между героями пропасть Разное социальное положение, воспитание, интересы Но все же им удается найти общий язык и прийти к пониманию и уважению друг друга Это так... не гигиенично Да насрать Расслабьтесь и ешьте А что потом делать с косточками? Делайте так Зеленая книга — это название путеводителя В котором указаны мотели, заправки и другие заведения Где черным не откажут в обслуживании При всем внимании к острой теме Авторы не задаются целью показать в своем фильме все ужасы расизма Он здесь как данность Одна из деталей эпохи, от которой никуда не деться И на мой взгляд, ими была выбрана правильная стратегия Так как благодаря этому легкая роуд-муви не превращается в тяжелую драму, пропитанную морализаторством Ведь расизм тут пусть важная, но не главная тема Картины прежде всего о взаимоотношении между людьми из разных социальных классов О засилье стереотипного мышления и победе над ним с помощью взаимного уважения и понимания В фильме замечательно передана эпоха Музыка, автомобили, костюмы, интерьеры Все эти детали складываются в достоверную картинку Смотря на которую, не возникает никаких сомнений в том, что на экране 60-е Это, конечно, очень субъективное мнение Так как трудно судить о достоверности, если ни разу не был в Америке А тем более не жил там полвека назад Но мне всегда импонировала эта эпоха Вернее, даже не сама эпоха, а то, какой американцы показывают ее в кино Этот фильм также продолжает традицию романтизации 60-х Придраться можно разве что только к чрезмерно ровному сценарию Однако в данном случае это качество я отнесу к положительным Но все достоинства картины ничего бы не стоили без прекрасной игры двух актеров Особенно хочется отметить работу Вигга Мортенсена Казалось бы, как Арагорн может вдруг превратиться в забавного Располагающего к себе своей простотой вышибалу макаронника И пусть датчанин Мортенсен внешне не слишком похож на итальянца Но Виггу сыграл так, что его персонаж идеально вписался бы в один из фильмов об итальянской мафии Яркий образ дополняется узнаваемой манерой общения с сильной жестикуляцией Виггу пришлось даже сильно поправиться для этой роли Я никому не вру Я просто рассказываю сказки людям, и они делают то, что я хочу Я убалтываю Реальный прототип героя родился в Нью-Йорке и вырос в Бронксе Он жил недалеко от дома Джона Готти Одного из влиятельных мафиозных боссов Жизнь у Тони складывалась, как у самого обычного подростка того времени Не считая того, что Тони бросил школу в 11 лет, похвастаться особо было нечем Служил в армии, женился, работал водителем Самое интересное началось, когда Тони устроился вышибалой в клуб Капакабана За время работы там Тони завел множество знакомств с различными гангстерами И хотя в фильме показано, что Болтун отказывался участвовать в их темных делишках Никто нам не расскажет, как там все было на самом деле Так или иначе, вскоре произошли события, показанные в фильме «Зеленая книга» Не уверен, что эта работа подходит для семьянина А что, будут бабы? Я имел в виду, что вы уедете на два месяца без отпуска до самого Рождества В фильме говорится, что после окончания турне Тони снова устроился в клуб Капакабана И стал там метродотелем Но дальнейшей его судьбе умалчивается Хотя она складывалась довольно интересно Вскоре после событий фильма Тони познакомился с Фрэнсисом Фордом Копполой И благодаря этому знакомству получил роль в массовке в картине «Крестный отец» На этом его случайная карьера актера не закончилась Он снимался в «Славных парнях» Мартина Скорсезе И в фильме «Донни Браско» Майкла Ньюэлла А также в других, менее известных фильмах Все это были эпизодические, несущественные, но выразительные роли А в сериале «Клан Сопрано» ему уже доверили небольшую, но постоянную роль со словами Позднее Тони выпустил книгу под названием «Заткнись и ешь» Сборник рецептов любимых блюд актеров С которыми Валелонго познакомился на съемках вышеперечисленных фильмов Второй главный герой картины сдержан и интеллигентен Его самоцель — сохранить достоинство в любой ситуации Быть выше тех, кто считает его человеком второго сорта Но при этом он замкнут в себе и одинок В стремлении что-то доказать он отдалился от простого народа Но элита так его и не приняла А белые толстосумы платят мне за игру, чтобы чувствовать себя культурными Но как только я встаю из-за рояля, я снова становлюсь для них ниггером Такой вольный подход к созданию образа очень не понравился родственникам Дона Ширли По их словам, музыкант никогда не отстранялся от обычных людей и своей культуры Более того, Ширли поддерживал отношения с активистами движения «За гражданские права» Был знаком с Мартином Лютером Кингом и многими чернокожими музыкантами В фильме же присутствует сцена, где Тони удивляется тому, что Дон не знает популярные песни чернокожих исполнителей Также возмущение членов семьи доктора Ширли вызвало то, что Дон показан одиноким, не поддерживающим отношения с семьей Что по заявлению родных музыканта стало полной выдумкой сценаристов Среди которых, кстати, Ник Валелонго, сын Тони Судьба известного музыканта была весьма непростой Дон родился во Флориде В детстве он играл на церковном органе Его отец был священником Какое-то время он учился в Советском Союзе в Ленинграде Об этом упоминается в фильме В 19 лет он выступал с лондонским симфоническим оркестром Но его талант пришелся не ко времени Чернокожие музыканты, играющие классическую музыку, в то время не нужны были Америке Тогда Ширли придумал собственный стиль Его музыка – это смесь джаза, классики и блюза В 50-х годах он подписал контракт с одной из звукозаписывающих компаний И его композиции стали набирать популярность В начале 60-х отправился в то самое турне по Южным Штатам О котором рассказано в фильме В 70-х годах он давал больше сотни концертов в год по всему миру Однако к началу 80-х он вынужден был прекратить выступления Из-за возникших проблем со здоровьем Возвращаясь к теме расизма Не могу не упомянуть один момент, показанный в фильме И ставший для меня неприятным открытием в истории Соединенных Штатов То, что черные не имели равных прав с белыми, ни для кого не секрет Только в начале 60-х годов После активизации движения за гражданские права чернокожих Власти начали идти на уступки И в ряде штатов законы о сегрегации отменили Но де-факто многое оставалось по-прежнему Особенно на юге страны В фильме прозвучало словосочетание «закатный город» Так называли города, в которых проживали только белые Все цветные должны были покинуть город до заката Что же касается факта дружбы с Тони Валелонго после турне То один из братьев Дона подвергает его сомнению По его словам, их отношения не были столь близкими, как показано в фильме Это были лишь отношения наемного работника и его работодателя А Тони постоянно раздражался из-за того, что ему приходилось носить униформу Как бы там ни было, на самом деле фильм получился отличным И некоторые несовпадения с реальными прототипами Возможно даже пошли на пользу картине Подчеркнув контраст между героями Фильм уже получил три золотых глобуса В номинациях «Лучшая комедия» или «Мюзикл» «Лучшая мужская роль второго плана» И «Лучший сценарий» «Приз гильдии актеров за мужскую роль второго плана» И недавно был признан гильдией продюсеров «Лучшим фильмом года» Фильм номинирован на «Оскар» в пяти номинациях В том числе и в номинации «Лучший фильм» Не берусь делать ставки на то, будет ли фильм награжден киноакадемией или нет Но номинирован он совершенно заслуженно Безо всяких сомнений советую посмотреть «Зеленую книгу» Этот легкий, забавный и в то же время дающий пищу для размышлений фильм Ни в коем случае нельзя пропускать Картина сразу же затягивает зрителей в атмосферу 60-х И в компании с прекрасными актерами два часа пролетят незаметно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok